В Казахстане планируют вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов. Поправки в соответствующие законопроект одобрили в первом чтении Мажелиса. Согласно документу, будут пересмотрены требования по соблюдению коммерческой тайны на бирже. Все сведения по участникам и сделкам будут публиковаться в открытом доступе после подведения итогов. Все это, по словам разработчиков, обеспечит прозрачность операции. Кроме того, благодаря поправкам ряду биржевых товаров придадут статус социально значимых. Речь идет о продукции сельхозотрасли, в том числе о зерне. К социальным могут отнести и товары, обеспечивающие энергобезопасность, к примеру, уголь. Депутаты называют это еще одной мерой борьбы со спекулянтами. Соответственно, котировка будет справедливой и прозрачной. И мы надеемся, что это повлияет на изменение цены в меньшую сторону в каких-то случаях и плюс исключит спекуляции на рынке. Потому что если будет публичная биржевая котировка, то уже поверх этой биржевой котировки очень сложно будет спекулятивные цены устанавливать. Сегодня же депутаты ратифицировали соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в сфере экологии. Речь идет о совместном восстановлении лесов, борьбе с деградацией почвы и защите зеленых насаждений. Страны обязуются совместно реагировать на различные ЧАЭС, оказывающие воздействие на окружающую среду. Еще одна проблема, которую соседние государства намерены решать вместе – улучшение ситуации в Аральском бассейне. Премьер-министр Улжас Бегтиенов провел встречу с руководителями делегации стран-участниц первого заседания правления Международного фонда спасения Арала. Были рассмотрены вопросы о совместном использовании трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Казахстан является председателем Международного фонда спасения Арала с 2024 по 2026 годы. С учетом нарастающего дефицита водных ресурсов в бассейне Аральского моря перед фондом стоит задача по усилению консолидации заинтересованных государств, заявил Улжас Бегтиенов. Необходимо проработать комплексный и взаимовыгодный механизм водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон. Речь идет о внедрении новейших цифровых технологий и использовании спутниковых данных дистанционного зондирования Земли. Международный фонд спасения Арала создан в 1993 году пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Его работа направлена на объединение усилий по смягчению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. Около двух тысяч специалистов не хватает в энергетической отрасли страны. Об этом сегодня на брифинге в службе Центральных коммуникаций заявил вице-министр энергетики Сунгат Исимханов. Особенно остро ощущается дефицит электромонтеров в районных электрических сетях. На тепловых электростанциях востребованы машинисты и обходчики, однако низкая заработная плата отпугивает потенциальных кандидатов. Кроме того, снизилось число абитуриентов, поступающих на энергетические специальности. В разных предприятиях по-разному, где 30 вакансий, где-то может быть больше, от количества зависит. Поэтому, я как сказал, в некоторых предприятиях у нас до 20% эти вакансии доходили. За последние два года среднюю зарплату подняли на свыше 400 тысяч. И кадры начали возвращаться достаточно с других отраслей, потому что многие уходили, ну, смежные отрасли промышленные, где энергетикам платили намного больше. В министерстве уверены, что отопительный сезон в этом году пройдет стабильно. На энергетических предприятиях отремонтировали основное и вспомогательное оборудование, провели противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом. Что касается горючего материала, на отопленных складах накоплено около 5 миллионов тонн угля и 89 тысяч тонн мазута. Отопительный сезон в Павлодарской области в этом году начался на неделю раньше. В восьми районах к системе теплоснабжения подключили школы, детские сады и больницы. Несколько дней назад начали подавать тепло в жилой сектор. В Павлодаре и Аксу продолжают над этим работать. В Экибастузе, где два года назад произошла крупная коммунальная авария, дела сложнее. К теплу там удалось подключить лишь половину социальных объектов. На сегодняшний день в Экибастузе тепло подали в 36 социальных объектов из 79 имеющихся. А 21 сентября, по нашим данным, теплом должны быть обеспечены социальные объекты на 100%. В городе Ридаре на востоке Казахстана социальные объекты начнут подключать к теплу уже до конца этой недели. Жители, наконец, получат горячую воду, которую отключили еще летом. На местной ТЭЦ уже запустили котел номер 3. Сейчас он проходит испытания. На шестом агрегате также идет опрессовка. Их готовность позволит начать отопительный сезон в ближайшие дни. На станции есть запас необходимого мазута больше 250 тонн и угля свыше 12 тысяч тонн. Ремонт почти 20 километров теплосетей практически завершили. Сейчас их проверяют на протечке. Обещают, что это продлится не дольше четверга. Постепенно станут подключать жилые дома с действующими приборами учета, отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Армазанов. До конца месяца мы планируем завершить ремонт по двум котлам. То есть в октябре месяце у нас при необходимых двух котлах у нас будут готовы 4 котла, то есть с резервом 2 котла. И до наступления критических холодов, это где-то 10 ноября, мы планируем, то есть у нас утвержден, есть график с системным оператором, что до 10 ноября у нас должны быть готовы все 6 котлов. В Щенском районе Карагандинской области в ремонте нуждается дорога, которую отремонтировали только в прошлом году. Асфальт рассыпается на глазах. Так ситуацию описывают местные жители, при том, что они ждали ее почти полвека. Райханда Жибаева узнала, как местные власти будут решать проблему. Общая протяженность трассы областного значения Сакенси-Фулин-Агадыр, 87 километров. Впервые дорожное покрытие здесь появилось в прошлом году. На это было потрачено 2 миллиарда тенге. Однако самое ожидаемое событие радости сельчанам не принесло. Не прошло и года, как асфальт рассыпался. Года еще нет, а дороги уже требуется ремонт. Месяц назад сюда приезжал. За это время состояние асфальта только ухудшилось. Качество строительных работ очень низкое. Дороге нужен ремонт. Зиму точно не выдержит. Здесь и большегрузный транспорт ездит. К весне от нового асфальта и следа не останется. Люди возмущены и требуют принять меры. Местные власти с ними согласны. Аким Шетского района заявил, что подрядчиков обяжут исправить все недочеты за свой счет. Есть гарантийный срок, в рамках которого подрядная компания обязана устранить недоработки. Сейчас мы выявляем проблемные участки. Подрядчикам требования уже предъявили. Трасса Сакен-Сейфулин-Успена-Гадыр соединяет местные села с соседними районами и областным центром. Вдоль дороги расположены несколько сел, в которых проживает больше 15 тысяч жителей. Люди беспокоятся за качество ремонтных работ и намерены контролировать этот процесс. Асемутешев, Райхан Тажибаев, Руслан Нурлан-Улы, Сайлау, Игликов, Карагандинская область, 24КЗ. В Ак-Тубе строят обводные каналы, чтобы защитить жилые массивы в период весеннего паводка. Планируется, что талые воды по ним будут уходить и в реки, минуя жилые районы. В областном центре сейчас реализуют десятки проектов, направленных на борьбу с паводком. Подробности у Натальи Сальковой. Этот канал для отвода воды строят возле жилых массивов Канагат и Курошасай. Его протяженность почти 4 километра. Вода по нему будет уходить в реку Женишке, говорит Аким района Астана, Алмаз Жаксылыков. Это позволит избежать в будущем подтопления жилых домов и соцобъектов. Основное русло этой воды, которая приходила, паводковых бут, было через жилой массив Канагат. Здесь в районе подтопления было около 300 домов и новая школа, которая была построена. Сейчас этот канал позволяет уже как бы обезопасить вот эту территорию. Нуржан Агисов 5 лет назад получил землю в жилом массиве Канагат и построил дом. Однако каждую весну пенсионер ждал с тревогой. Говорит, что жилое строение находится в низине, а значит есть опасность подтопления паводковыми водами. Вода поступает с возвышенности. Теперь надеемся, что она будет уходить в реку по обводному каналу. В прошлом году в жилом массиве подтопило многие дома. Однако техника вовремя подоспела и воду отвели. Такие же проекты сейчас реализуют еще в нескольких районах города. Каналы для отвода воды появятся вблизи жилых массивов Магаджан, Думан на юго-западе 2. В настоящее время работы по строительству водоотводных каналов проводят в жилых массивах Авиатор в 11 микрорайоне на Гормолзаводе. Они позволят в районе Авиатор отвезти воду в реку Саздэ, а на Гормолзаводе в реку Тамдэ. Этой весной в областном центре в районе Астана подтопило 50 домов, а в районе Алматы 3544. 200 жилых строений, расположенных на территории садоводческих коллективов, не подлежали восстановлению. К слову, основная опасность исходит от рек Илег и Каргалы. Поэтому в рамках противопаводковых мероприятий укрепляют берега водоемов и возводят защитные дамбы. Наталья Салькова, Инадин Булдобеков, Октубе, 24 КИЗ. 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Атараусской области. В основном это пастбище и только 2000 гектаров пахотной земли. В ходе проверки сельхозугодий земельный инспектор выявили 90 тысяч гектаров пастбищ. В прошлом году почти половину из них передали 94 крестьянским хозяйствам. По словам представителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений на Скину Тешевой, работа продолжится и в этом году. Только в Курмангазинском районе возвращены 12 тысяч гектаров сельхозугодий и еще 3000 гектаров в Казакагинском районе. Их передадут землепользователям через конкурс. Строительство атомной электростанции позволит решить проблему дефицита поливной воды. Так считают аграрии Крамагшинского района Казалардинской области. Общественная дискуссия по теме прошла в ходе акции чистоты на территории мемориального комплекса Корхатата. Ветеран сельского хозяйства Абдрахман Кабулусинесов отмечает, что сегодня страны, стоящие у истоков реки Сардарьи, аккумулируют большое количество воды для выработки электроэнергии. А в низовьях трансграничной реки ее не хватает. Решить нарастающую проблему, считает он, позволит строительство АЭС. Строительство атомной электростанции даст возможность вырабатывать собственную энергию. Ее излишки можно будет обменять у Кыргызстана на воду и снизить дефицит поливной воды в вегетативный период. Лично я за строительство атомной электростанции. Она обеспечит нашей стране энергетическую независимость. Думаю, что 6 октября это решение поддержат многие казахстанцы. У нас в студии Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Как обстоят дела сейчас в казахстанской энергетике? Насколько серьезна проблема дефицита электроэнергии и строительство АЭС снимет эту проблему? Проблема дефицита на самом деле действительно серьезная. Она наиболее остро обозначилась, по моему мнению, 2 года назад. Прошедший отопительный сезон характеризовался тем, что в пике этот дефицит достигал 2500 мегаватт. А это существенно. Если, например, сравнивать, то как раз установленная мощность будущей нашей АЭС составляет порядка 2,4. Мы сегодня уже в пике, в пиковые часы, в зимние. Нам не хватает 2500. Это очень много. Соответственно, проблема дефицита так или иначе устраняется. Вот сейчас как раз сегодня мы все слышали отчет вице-министра энергетики. Идет подготовка к отопительному сезону. Она уже завершается. Мы скоро в него войдем, в этот самый отопительный сезон. Это мы уже, мы вот в останчане ощущаем это по температуре. В окружающей среде уже все холоднее и холоднее. Вот, поэтому, что касается АЭС. АЭС, как я говорю, строительство одной АЭС, оно, конечно, сделает вклад в устранение дефицита, но полностью его не устранит, к сожалению. Потому что, ну, во-первых, АЭС появится у нас не ранее, чем через 10-12 лет. Вот, дефицит будет нарастать, к сожалению. Да, потому что в определенные периоды, там разные есть сценарии у министерства, в определенные периоды ввод генерирующих мощностей будет не успевать за растущим потреблением. Вот, поэтому АЭС свой вклад сделает. Но важнее всего, что АЭС, как я говорю, это наш вход, наша первая АЭС, это вход в нашу атомную энергетику. Со всеми, с энергетическими эффектами. Я вот, предыдущий сюжет, предыдущая новость о том, что, возможно, АЭС сыграет положительную роль в водном балансе нашей страны, я хочу прокомментировать. У АЭС вообще большой синергетический эффект. Я не могу точно сказать, какое влияние она окажет, ее строительство, ее эксплуатация окажет на разбор воды в реке Свердарья. Но вот, что касается, например, западной части, испытывающей дефицит воды, в частности АТРАУ, да, все вы помните, у нас работал реактор на быстрых нейтронах, да, который, кроме всего прочего, выполнял роль опреснителя, да, опреснителя морской воды, он тем самым снабжал октаву. Так вот, как я говорю, те три АЭС, которые у нас в перспективе должны быть построены, одна из них, та, которая обсуждается сегодня, это АЭС на Балхаше, одна на Востоке и одна на Западе. И вот как раз АЭС на Западе и поможет нам в том числе решить проблему воды вот для жителей, жителей АТРАУ. Я в этом уверен. Вот в этом еще один синергетический эффект АЭС, он есть. Осознают ли потребители реальное положение дел? Потребители электроэнергии, вы имеете в виду? Да, да, да. Да, ну, смотрите, потребитель, поскольку у нас в прошлом году была введена модель единого закупщика, да, вы помните, с 1 июля, то потребитель, конечно, розничный потребитель. Мы с вами, домовладения, они дефицита не почувствуют, это правда, но все мы это ощутим на своем кошельке, да, мы все это, все ощутим это в цене электроэнергии, потому что нужно признать, цена импортной электроэнергии, она гораздо выше цены наших отечественных производителей. Вот я могу просто сказать, что если, например, в прошлом году эта разница была двухкратная, то вот по итогам первого полугодия мы, правда, импортировали, ну, чуть меньше, может быть, вот, но цена выросла еще значительной, цена импортной, понимаете? Поэтому вот этот самый дефицит, мы все с вами, не будет верных отключений, я практически уверен в этом, как это происходило в свое время в 90-е, но этого, к счастью, происходить не будет, потому что в том числе у нас, как я уже сказал, введена модель единого закупщика, но на своем кошельке мы все это очень почувствуем, нарастающий дефицит будет требовать от нас все больше и больше покупки импортной электроэнергии, а она не будет дешевая, надо понимать, что мы находимся в зависимости от сопредельных стран, с которыми, кстати, у нас нет общего рынка, да, у нас есть параллельная работа, но общего рынка нет. Я просто, к чему это еще говорю, когда, например, пытаются сравнивать с отдельными европейскими странами, отказавшимися от атомной энергетики, то там есть общий рынок, и там есть правила, по которым можно покупать стандартные, либеральные правила, у нас общего рынка нет, поэтому для нас энергетическая зависимость, она крайне нежелательна и нерискованна, понимаете? Вот это еще одно за того, что мы должны иметь свою генерацию и именно развивать не угольную генерацию, а развивать экологическую АЭС, за ней будущее. Вот как раз таки ранее вы упомянули Балхаш, очень много действительно обсуждений по поводу строительства АЭС на Балхаше. Почему Балхаш и какое влияние окажет на озеро атомная электростанция? Да, ну давайте скажем о том, что все-таки выбор места строительства 1-го АЭС, он напрямую не связан с водой Балхаша. Я вам более того скажу, что есть в настоящее время реализуются отдельные проекты строительства станций с так называемыми сухими градированиями, да, когда вода, в принципе, никуда не испаряется, никуда не исчезает в процессе, ну, в технологической цепочке, скажем так, да. Да, поэтому, ну, цифры уже назывались, можем их назвать еще, что подпитка, подпитка нашей 1-го АЭС из озера Балхаша, я еще раз хочу напомнить и телезрителям, и нам с вами, что вода с АЭС в Балхаш попадать не будет. Будет небольшая подпитка из Балхаша, так вот она оценивается специалистами в 0,3 или 0,5 от всей подпитки озера. Поэтому большой расход, а цифры называются разные, я вот иногда читаю, поражаюсь, откуда берут эти цифры, называются какие-то миллионы кубометров, подпитка... Ну, сейчас экспертов очень много появилось. Да, будем называть, появилось, я немножко другое слово часто использую. Вот, поэтому никакого существенного расхода не будет, а место выбора 1-го АЭС обусловлено конфигурацией нашей энергосистемы. Ну, понимаете, нам наследство, это со времен еще Советского Союза, досталась такая конфигурация. У нас сконцентрирована генерация на юге и на севере, а посередине ничего нет. Вот в этом месте потребление там есть, там есть и промышленность, да, там много предприятий ГМК, да, а генерации там нет, понимаете? То есть там потребление больше в любом случае, да? Там потребление в принципе больше, а генерации никакой нет. Вот насколько я, если меня память не изменяет, это Балхашская ТЭЦ, это единственная генерация в том месте. Все, дальше это только юг Алматы и так далее, или это Караганда, да? Ну, представляете, наши расстояния казахстанские. То есть, а что требуется для энергосистемы? Для энергосистемы требуется, чтобы нагрузка, потребление, генерация размещались по ней более-менее пропорционально, понимаете? Чтобы не было вот таких разрывов. Вот как раз с этим связано строительство атомной электростанции вот в этом как раз месте. Я вам более того скажу, вот несколько лет назад очень серьезно, очень детально обсуждался проект строительства угольной станции на этом месте. Если вы помните, по-моему, предполагалось привлечь корейскую компанию в качестве подрядчика в угольную, 2000 мегаватт. Я вот говорю на каждом своем интервью и не устаю повторять, слава богу, что проект угольной электростанции на Балхаши не состоялся. Потому что с точки зрения экологии это даже несопоставимые вещи, понимаете? Угольная электростанция, которая даже при самых современных угольных фильтрах, которые задерживают 90 с лишним процентов золы, выбросы в атмосферу, да? Мы от золотвалов никуда не денемся, да? Они все равно есть. Поэтому, слава богу, что угольный проект там не состоялся, и слава богу, что там состоится именно АЭС. Ну, опять же, да, если казахстанцы поддержат строительство. Да, это безусловно. Я всегда говорю, что мы энергетики, конечно, в душе уже ее построили, в душе она у нас уже есть. Потому что ни у кого сомнений нет, что у энергетиков, я имею в виду, что это нужно было сделать еще лет 10 назад. Да, понимаете? Мы, конечно, сильно отстаем, и нам действительно надо нагонять, быстрее принимать это решение. Но очень правильно и очень честно и очень справедливо то, что объявлен референдум, да? Ну, это в силу вот тех особенностей, которых мы, может быть, касаться не будем, но у нас должны люди сказать. И поэтому вот мы и занимаемся тем, что в последнее время очень интенсивно, что пытаемся объяснить людям действительно, что такое атомная энергетика. Что она из себя представляет? Почему это во всем мире, кстати, признано зеленой энергетикой, да? Да, весь мир там на уровне международных экспертов признал ее зеленой абсолютно, понимаете? Вот, поэтому не нужно ее бояться, нам нужно, наоборот, максимально замещать нашу угольную генерацию, которая, я скажу, вот, вы просто представьте себе, в нашем энергобалансе занимает 70 с лишним процентов. Мы одна из тех стран, кто сжигает вот такую долю угля в энергетике, понимаете? Это очень много. Вот наш монстр, которого мы должны бояться, угольная генерация, понимаете? С выбросами, со всем остальным. Вот. А атомная энергетика – это панацея, это спасение, это возможность достижения углеродной нейтральности. Это то, что мы и должны детям нашим передать. Чистый Казахстан, без выполненных обязательств международных, без угольной пыли и так далее. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич, за то, что пришли в студию, рассказали нам так много полезной, нужной информации. Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций, был гостем в студии. Авиакомпании отменяют рейс в Израиль после подрыва пейджеров в Ливане. В частности, французская Air France и компании немецкого автоконцерна Люфтганзе отложили полеты в Тель-Авив на 48 часов. Позже к решению временно приостановить вылеты присоединились бельгийская Брюссель Airlines и швейцарская Swiss Airlines. Кроме этого, Люфтганзе отменило отправку самолетов в Тегеран до 19 сентября. Пассажирам предлагают бесплатно вернуть билеты или перебронировать рейсы. Авиакомпании опасаются возможной реакции Хизбуллы на трагедию. В ООН считают произошедшее тревожной эскалацией обстановки в ближневосточном регионе. Корпорация Метта грозит штраф в 13,5 миллиардов долларов за нарушение закона о цифровых платформах ЕС. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о предполагаемых попытках доминировать на рынке тематической рекламы. Регуляторы ЕС полагают, что материнская организация популярных соцсетей связывает бесплатный онлайн-сервис объявлений Marketplace с Facebook для ослабления конкурентов. Еврокомиссия отказалась комментировать дело. В случае, если Метта признают виновной, компанией грозит штраф в размере до 10% от ее мирового годового дохода. В 2023 году он составил почти 135 миллиардов долларов. Казахстан занял 24 место в мировом рейтинге электронного правительства ООН. Наша страна поднялась сразу на 4 строчки по сравнению с предыдущим отчетом. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Рейтинг ООН составляется раз в два года. В нем учитывают развитие электронных услуг, человеческого капитала и телекоммуникационной инфраструктуры. Оценивают 193 государства. Это важный показатель, отражающий достижения страны в цифровизации. Казахстанцы теперь могут добровольно отказаться от получения банковских кредитов и микрозаймов на неограниченное время. При этом запрет можно снять в любой момент. Эта услуга доступна на портале электронного правительства. Чтобы ею воспользоваться, необходимо перейти в раздел «Таможня и налоги», затем выбрать категорию «Экономика и финансы», далее услугу «Добровольный отказ от получения банковских кредитов и микрозаймов». После заполнения данных нужно подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи. Если человек передумает, то снять ограничение несложно. Это тоже можно сделать на сайте Яковки.зэль. Ранее это ограничение устанавливалось только на 6 месяцев и снималось автоматически после завершения срока действия. Сегодня уже 600 тысяч казахстанцев добровольно отказались от получения кредитов. Казахстанский стартап «Коди Плей» признали лучшим образовательным проектом в мире. Разработчики стали лауреатами премии в сфере международного образования. Для участия в конкурсе они отправили свою заявку онлайн. Награждение проходило в Лондоне. В нем приняли участие программисты из 34 стран. Проект направлен на обучение школьников программированию с помощью геймификации. Он победил в номинации «Цифровая инновация года». Школьники Семея создали робота, который предотвращает пожары. Изобретение не только оповещает о возгорании, но и тушит огонь. На изготовление умного устройства у юных изобретателей ушло почти два месяца. Асим Утешева с подробностями. Инновационное устройство предназначено для предотвращения возгораний в зданиях и складах, а также для защиты жизни людей и имущества. Так описывают характеристику своего изобретения ученики 10 класса Амир Алисадуев и Алимжан Раимжан. Авторы проекта уверены, такой робот просто необходим в быту. Этот робот имеет три датчика. В нем установлены GSM-модуль и сим-карта. Таким образом, он звонит человеку и сообщает ему, что произошел пожар. А GPS-трекер отправит координаты по СМС, чтобы человек знал, где именно произошел пожар. На изготовление робота у молодых людей ушло почти два месяца. Он оснащен современной системой безопасности. В нем установлены датчики, которые обнаруживают вредный газ в воздухе. Руководитель проекта Мадина Калгабаева подтверждает, устройство распознает первые признаки возгорания и автоматически тушит огонь, распыляя воду. С этим роботом мы планируем принять участие в стартап-проектах. Хотим получить лицензию. Сейчас мы рассматриваем возможность повысить его эффективность, внедрив искусственный интеллект. Это позволило бы снизить материальные потери при чрезвычайных ситуациях. Инновационным устройством уже заинтересовались в департаменте ПОЧС. В ведомстве отметили, что обязательно изучат и проверят на деле робота-пожарного. К слову, школьный проект занял третье место на международном чемпионате в Турции. Асим Утешева, Медит Мирханов, 24КЗ, область Абай. В стране все чаще стали регистрировать семейно-бытовые конфликты. Только уголовных правонарушений с начала года зафиксировали почти в три раза больше, чем годом ранее. Если в 2023-м эта цифра не доходила до 600, в текущем перевалила за полторы тысячи. Такие данные приводит Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Саня Акубжасарова с подробностями. Сабина Туребекова вынуждена скрывать свое лицо и называться другим именем. Она жертва бытового насилия. Три месяца назад женщина с четырьмя детьми сбежала из родного города и больше не хочет туда возвращаться. Последние восемь лет она и ее старшая дочь подвергались систематическим побоям и истязаниям. Сабина сейчас в кризисном центре. Она может находиться там до декабря. Что делать дальше, не знает. Помимо ее семьи в центре проживают 15 женщин и 40 детей. Им предоставили комнату и все, что нужно на первое время. Доступны медицинские, психологические и юридические услуги. Все бесплатно. И так жертв насилия встречают в каждом кризисном центре страны. Количество обращавшихся увеличилось, но женщины уже стали более уверены. То есть они знают, что если муж совершит насилие, то уже по закону его могут приговорить к уголовной ответственности. Мужья уже тоже об этом знают. Они стараются не бить, скажем так, уже помягче. Но все равно женщины, которые поступают, говорят, что физическое насилие, синяки, это все, оно проходит со временем. Душевные раны, они более тяжело заживают. Приезжают с разных регионов и не только, с разных стран. Почти половина всех уголовных правонарушений – побои. Женщины порой терпят их годами. Столичный психолог Серикуль Сали за годы своей практики проконсультировала больше тысячи жертв бытового насилия. Проблема в неинформированности граждан, в неумении их мыслить критически, в отсутствии желания узнавать новое. Многие не знают элементарной правовой базы. Люди прячутся за страхами, боятся признать правду, строят иллюзии и прячутся за этими псевдо-уят. В прошлом году полиция перешла с заявительного на выявительный характер. Теперь для возбуждения административного производства заявление от потерпевших не требуется. Увеличили сроки административных арестов. При повторных правонарушениях с 10 до 20 суток. Ужесточены требования к примирению сторон. Дебошир может воспользоваться им только один раз и только в суде. Раньше таких ограничений не было. Внесены поправки в статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. За любые формы насилия в отношении женщин и детей наказание ужесточили. Теперь суд может вынести особые требования к правонарушителям. Например, временно выселить дебошира из дома или запретить употреблять алкоголь. С начала года суды установили 13,5 тысяч особых требований. Саня Кубжасарова, Ирбулдаиров, 24КЗ. С начала года больше 78 тысяч человек привлекли к административной ответственности за семейно-бытовые дебоши. 26% из них арестовали. Если сопоставить обе цифры со статистикой прошлого года с учетом аналогичного периода, и там, и там рост почти в два раза. Полицейские в отношении агрессоров вынесли 60 тысяч защитных предписаний, суды 13 тысяч особых требований. В казахстанских школах стартовала вакцинация против вируса папилломы человека. Прививать учениц планируют с согласия родителей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Сархат Бесенова. Более чем в 70% случаев вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки. От этого диагноза ежедневно в Казахстане погибают две женщины. В год более 500. Как будет проходить вакцинация и готовы ли к ней родители школьниц? Подробности у Гульнары Хасан. Собирать информацию о вакцинации против вируса папилломы человека Останчанка Хадиша Сержанова начала давно. Говорит, стревожена пугающей статистикой. Только в прошлом году от рака шейки матки, вызванного вирусом, скончались больше 500 казахстанок. Интересуется она не случайно. У женщины есть племянницы и внучки школьного возраста. Эта вакцина, насколько я знаю, там около, ну где-то сотни стран уже ее ввели. В том числе она введена и в Америке. То есть же, да, и в Великобритании, в Германии, в Израиле. Я считаю, что вакцина все-таки положительно действует на здоровье нашего населения. Благодаря вакцинации тоже мы избавились практически от полимилита. Мы сейчас не знаем, что такое полимилит. Это не от того, что эта болезнь куда-то исчезла, а благодаря вакцинации. Заболеваемость раком шейки матки из года в год растет. Только в прошлом году в Казахстане его выявили более чем у 2000 женщин. Это почти на 800 случаев больше, чем 15 лет назад. Такой статистикой поделились в казни, онкологии и радиологии. Ерланд Кукубасов заводделением. Ежегодно оперирует около 200 женщин с таким диагнозом. Успешному лечению подается лишь первая стадия рака шейки матки, говорит врач. К сожалению, зачастую болезнь выявляют в запущенном состоянии. При раке шейки матки первой стадии мы можем провести оперативное лечение. И в нашем центре проводятся органосохраняющие операции. Начиная с 2011 года, то есть более уже 10 лет, мы выполняем данные операции. У нас уже есть детки, которые родили женщины, переболевшие этим заболеванием и в дальнейшем находящиеся в ремиссии. К сожалению, при второй, третьей, четвертой стадии невозможно выполнить органосохраняющие лечение. И естественно, эти женщины теряют эффективность. То есть можно сказать, что молодые женщины, если это не ранняя стадия, они в дальнейшем, конечно, потеряют возможность становиться мамами. По последним статистическим данным, 59,6% женщин с данным диагнозом проживают 5 лет. При этом, по словам Ерлана Кукубасова, рак шейки матки – это единственное в мире онкозаболевание, которое можно предотвратить. Для этого девочкам ставят вакцину против вируса папилломы человека. В мировой практике с 11 лет. Как показал опрос, родители школьниц хоть и доверяют вакцинации, но относятся с осторожностью. Я как мама к этому отношусь положительно. Когда дочери подойдет время вакцинироваться, мы обязательно будем вакцинироваться. Молодые женщины детородного возраста погибают от этого заболевания. Я считаю, что нужно девочек вовремя обследовать. К вакцинам я отношусь положительно. Отношусь с осторожностью, но смотря на опыт мировой, он же практикуется в зарубежных странах давно, то можно сказать положительно. Если эта вакцинация будет добросовестным закупщиком, качественно проверенная государственными органами, то за. Впервые в Казахстане вакцинировать против вируса папилломы человека начали в 2013 году. Тогда это был пилотный проект. Прививку получили ученицы ряда школ Астаны, Алматы, Павлодарска и Атраусской областей. Серьезных побочных эффектов, по словам специалистов, зафиксировано не было. Но, как и после любой прививки, возможно повышение температуры, озноб, головокружение. При острых респираторных инфекциях могут дать медицинский отвод, то есть поставить прививку позже. В целом, по словам врача-гинеколога Женальки Ажетовой, вакцина безопасна. Вакцина однозначно безопасна. Вакцина не содержит вирус, он содержит просто белок, антиген, на что вырабатывается в организме антитела, то есть иммунная система. При случае заражения этой девочки данным вирусом, то так как в организме уже есть иммунная система против этого вируса, девочка никак не может заразиться. И это будет длиться именно до 10 в среднем лет, потому что именно заразиться данным вирусом до 25 лет, это большая вероятность. Прививать против вируса по белому человеку казахстанский школьник спланирует уже этой осенью, с согласия родителей. В Минздраве надеются, что вакцинация позволит снизить заболеваемость раком шейки матки на 74%. Гульнара Хасан, Альмира Уразбай, 24КЗ. Около 1200 астанчан пополнят ряды казахстанской армии. Первую группу осеннего призыва сегодня торжественно проводили в Дворце молодежи Астаны. 30 новобранцев будут служить на востоке Казахстана в Зайсанском пограничном управлении, которому в этом году исполняется 100 лет. В ходе мероприятия присутствующие ЖАЗ-сарбазовцы ознакомились с выставкой, посвященной деятельности пограничников. Воспитанники военно-патриотического центра Батрлар продемонстрировали приемы рукопашного боя. Нас отправляют в город Дайсан, чтобы защищать свою границу. Я считаю, что это честь для каждого гражданина Казахстана, так как является, что мой отец сам служил в пограничной службе, сам проработал в пограничной службе. И я также хочу, так скажем, наследовать это дело и стать пограничником. И в будущем закончить высшее образование и поступить в Академию КНБ. Традиционно в самом начале призыва в первую очередь комплектуем пограничную службу Комитета национальной безопасности. После распределяем новобранцев вооруженные силы в Национальную гвардию, в Министерство по ЧАЭС, а также в службу государственной охраны. Призывникам разъясняем их права и обязанности во время службы. Передвижная выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения Сакена Сейфулина, проходит в эти дни в области Улы-Тау. Она посвящена творчеству государственной и общественной деятельности известного казахского поэта, писателя и просветителя. В экспозиции представлены его личные вещи и работы, которые хранятся в Жанаркинском районном историко-краеведческом музее его имени. До конца сентября организаторы планируют показать выставку в большинстве населенных пунктов региона. Это позволит реализовать главную идею проекта – популяризовать наследие Сакена Сейфулина, говорит руководитель музея Ербола Атшубаев. Среди экспонатов выставки – личные вещи писателя. Сапоги, камча, пиала, чайник, а также чапан. Его в Дармузею передала родственница Сакена Сейфулина. Посетители смогут узнать много интересного о жизни и деятельности поэта-просветителя. Ведь он внес неоценимый вклад в национальную культуру, литературу Казахстана. Был настоящим патриотом и достойным примером для казахстанцев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok